Здравствуйте! На ваших экранах программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. И сегодня у нас в студии доктор философии, профессор Александр Леонидович Дворкин, который по совместительству является президентом Российской ассоциации центров изучения религии и сект. Влияние тоталитарных сект в современном обществе является большой опасностью. Вы автор многочисленных трудов научных, в том числе базового учебника по сектоведению, собрали и систематизировали огромный материал. Для чего это было нужно? Прежде всего, с просветительской целью. Потому что люди должны знать это явление. Ну, в каком смысле, это как медицинский справочник, но только что медицинский справочник скучно читать, разве что людям, которые очень увлекаются. Я бы старался написать популярно для того, чтобы люди знали ту опасность, которая их постерегает, и распознавали бы те секты, которые пытаются их завербовать и использовать в своих целях. Какие методы? Вообще тоталитарных сект множество великое. Они со временем трансформируются, появляются новые. Виды изменяются, старые разделяются, изменяют свои названия. Можем ли мы выявить наиболее опасные, наиболее влиятельные в настоящее время именно в обществе российском? Это разные понятия, опасные и влиятельные. Самая опасная – это та секта, в которую попали близкие вам люди. Она и стала самой опасной для вас. Это может быть очень маленькая и совсем невлиятельная секта, но если ваши близкие попали в эту секту, она и стала для вас самой опасной. И если бы я стал бы какую-нибудь маму утешать, что вы знаете, ваш сын попал в секту, а вообще-то она не очень опасна, потому что у нее всего 20 человек, и вероятность того, что кто-то другой в нее попадет крайне низка, это было бы, согласитесь, странным утешением. Для нее эта секта и стала той, которая разрушила ее семью и лишила ее любимого сына. Если мы говорим о самых влиятельных, да, это наиболее крупные, распространенные секты, вероятность попасть в которых выше, чем у каких-то маленьких сект. Это, конечно, там, неоприесятническое движение, это саимтологи, это кришнаиты, это свидетели Иеговы, это мормоны, это анастасийцы, это неоязычники, всевозможное неоязычное движение, это целый ряд оккультных сект, это таких, как Масловская секта Союза Творцов Святой Руси, или Пивуновская секта, секта Светланы Пивуновой, которая действует под прикрытием имя же созданной партии Воля, политической партии. Конечно, это и коммерческие культы, организации пирамиды, организации многоуровневого маркетинга, которые также вербуют людей, как секты, и также контролируют их сознание. Это и психокульты, всевозможные курсы и тренинги личностного роста, повышение внутреннего потенциала и прочее, которые сейчас, к сожалению, весьма-весьма популярны, и количество пострадавших, от которых растет просто в геометрической прогрессии. Это я только некоторые перечислил, это гораздо больше. Одной из первых вы назвали секту деструктивную, которая относится, по моим данным, около 200 тысяч адептов на настоящий момент, это на его пятидесятнике. Я бы сказал, даже до 300 тысяч. До 300 тысяч, это в нашей стране. Каким образом они воздействуют на людей, и какие методы используют для того, чтобы вербовать? Они обещают счастье, здоровье, процветание и прочее. Все через встречу с живым Иисусом. И они говорят, что настоящий христианин должен и обязан быть богатым, здоровым, счастливым, процветающим. Если он такой, значит, он не настоящий христианин. Приходи к нам, и ты все это получишь. Для тебя только для начала нужно во все это поверить. А если вы видели на его пятидесятнические собрания, они не могут не поразить непредвзятого человека. Это люди, когда визжат, падают на пол, утрачивают даже членораздельной речи, бьются в конгульсиях и так далее. Но они говорят, что это проявление Святого Духа. Если человек этого не испытает, он не получит того, что он хочет. А именно счастье, богатство, процветание и прочее. А через них, соответственно, и спасение. А если ты не богатый, и не счастливый, и не здоровый, то ты и не спасешься. А это зависит от твоей веры. Вот если у тебя есть достаточно веры, ты все это получишь. Если ты этого не получил, значит, ты сам виноват. У тебя нет этой веры. И тогда ты проклятый богом грешник. И в результате люди лишаются последнего. Они отдают все свои деньги, потому что им говорят, что если ты не посеешь, то ты не пожнешь. Нужно отдать, и тогда ты в сто раз больше получишь. Они утверждают о том, что они исцелились. Потому что если они скажут, что они больные, ну, будет им по их слову. Они утверждают, что они исцелились, и в результате лишаются последнего здоровья, вместо того, чтобы пойти к врачу и вылететься, они к врачу не ходят, и в результате получаются ещё хуже. Многие умирают или приобретают уже совершенно неизлечимые болезни. Вот это, собственно, тот результат. И в конечном итоге психика часто оказывается разрушенной. И по тем исследованиям, которые проводились в Швеции, оказалось, что где-то до четверти бывших адептов неопереседческих секций совершают попытки самоубийства. Это, конечно, чудовищный процент. Это связано с затяжными депрессиями, которые возникают в результате зависимости, да? Совершенно верно, зависимость, а зависимость, с другой стороны, поскольку они видят, что с ними не произошло обещанного, а винить в этом некого, только самого себя. Значит, у меня недостаточно веры, значит, Бог меня не любит, значит, место мне в аду. И тогда какой смысл жить? Если говорить о тех категориях населения, на которые воздействуют и неопятидесятники, и другие деталитарные секты, то это кто это прежде всего? Кто находится в зоне риска? Ну, прежде всего, внушаемые люди. Но если наши телезрители думают, что вот есть какие-то внушаемые, а ко мне это не относится, то они ошибаются. Потому что тогда, когда человек переживает стресс, его внушаемость повышается. И чем сильнее стресс, тем более внушаемый человек. И, соответственно, стресс может быть в жизни каждого человека. У каждого человека могут быть в жизни те или иные проблемы, если в этот момент ему не помочь. И если в этот момент он столкнется с сектантским вербовщиком, при том, что не обязательно на улице, это в 90-е годы сектантские вербовщики работали в основном на улицах, сейчас они по большей части работают в интернете, в социальных сетях и вербуют людей там. Вот если в этот момент он столкнется, вероятность того, что пойдет в секту достаточно. В частности, они нацеливаются еще и на людей, у которых не сформировалось сознание, либо оно находится в расшательном состоянии, как, например, расклеиваются листовки, быстро избавим от наркомании и прочее, прочее. Это, опять же, неопиесятники. А, то есть это конкретно их методы. Да, и отчасти саентологи, да. Но это, собственно, и их методы, это тоже. Но опять, то, о чем мы говорили. Люди, которые находятся во внушаемом состоянии. И не только те, которые страдают от зависимости, но и созависимые. То есть их родные и близкие, которые страдают от того, что их близкий попал в такое тяжелое положение, которые ищут все возможные пути для того, чтобы им помочь, эти люди также очень внушаемые. И вот их ими пользуются, этим пользуются и вовлекают их в секты. Есть ли какие-то методы или рекомендации для людей, которые заметили, что близкий человек попал в секту? Как спасти его? Как обезопасить семью? Ну, лучший способ выйти из секты – это туда не попадать, конечно. Поэтому чем больше мы будем знать о сектах, чем больше вместе с вами мы будем делать передач, и люди будут слышать, и услышат, и тогда немножко они постерегутся. Это уже очень много. Но если близкий попал в секту, то тут, конечно, нужно связываться со специалистом. Вот в Рязани у вас есть миссионерский отдел, очень активный, и прежде всего нужно обратиться туда, миссионерский отдел Рязанской епархии, Русской Православной Церкви, обратиться туда, и вам, безусловно, помогут для того, чтобы вырубить стратегию, как вести себя с родственником, близким секты, потому что все-таки основная тяжесть по выводу человека из секты лежит на его родных и близких. Вот когда нам звонят, говорят, мой друг попал в секту, я обычно говорю, а что его семья? Если мне говорят, что семья безразлична, я говорю, знаете, я даже за это дело и браться не буду, потому что без помощи семьи, ну вот вы молитесь за своего друга, вы тоже ничего не сможете сделать. Если говорят, семья есть, они очень волнуются, но они просто не знали, как позвонить. Я говорю, пусть звонят, и мы с семьей же подробно разберем ситуацию, посмотрим, что привело, каким образом, почему человек попал в секту, и дальше мы будем вырабатывать стратегию, мы будем помогать семье для того, чтобы помочь их близкого вырвать из секты. В самом начале нашей беседы мы с вами озвучили вопрос важности информатизации общества. Именно в этом направлении вы работаете, в частности, в Рязань приехали для чего? Для того, чтобы... Просветительская цель, да, для того, чтобы чем больше мы будем людей предупреждать, собственно, тем больше люди будут знать, предупрежден, значит, вооружен. И, соответственно, секты вербуют через обман, через сокрытие информации, через недобросовестную рекламу. Если мы предоставим людям другую сторону этой медали, если люди будут знать, что действительно их ожидают в секте, то, по крайней мере, у них будет выбор. Когда они столкнутся с сектантской вербовкой, они смогут сопоставить и выбирать. То есть мы делаем то, чего лишают секты человека. Секта лишает человека выбора. Мы этот выбор им предоставляем для того, чтобы он принял свое собственное решение. И принял он сам, своим умом, своим разумом, своим размышлением. У нас в гостях был доктор философии, профессор Александр Леонидович Дворкин. Мы обращаемся с вами до следующих выпусков. Всего доброго.